МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения информационная программа «Наше время» об основных событиях в городе и районе в студии Татьяна Бауэр. Сегодня в выпуске. Смок по соседству. Под Тверью продолжают гореть торфяники. Чем он сложен при тушении? Нельзя просто этот торф взять и намочить. И мы не исключаем того, что задымление с территории Тверской области пойдет и на наш Солнечногорский район. Пляжи и зоны отдыха. Концепцию их обустройства представят к началу октября. Объезжают уже сейчас. На Никольском организуем стоянку, организуем охрану, организуем вывоз мусора. Наружная реклама и вывески. Как правильно оформить, выяснил наш корреспондент. Мы находимся на центральной площади. И вот яркий пример того, как не должна размещаться реклама. Об этом и другом в течение ближайших 30 минут. И теперь подробности. Солнечногорск находится в зоне риска, пока в Тверской области продолжают леть торфянники. Это заявляют в Госпожнадзоре и районном управлении региональной безопасности. По прогнозам синоптиков, жаркая и засушливая погода сохранится в Подмосковье как минимум до конца недели. Почему горение торфянников считается самым коварным? И как защитить свой организм от воздействия дыма? В нашем репортаже. Вечером 29 июля Солнечногорск плотной пеленой окутал смог. Как пояснили в районном отделе надзорной деятельности МЧС, город заволокло серой дымкой по двум причинам. Первая – это пожар в лесной зоне между микрорайоном Рекенцо-2 и деревней Талаева. Вторая – возгорание торфянников в Конаковском районе Тверской области. К полуночи горение барелома в парковой зоне Солнечногорска удалось ликвидировать. Отление торфяных почв в Тверской области продолжается до сих пор. В настоящее время предпринимаются все меры для локализации данных пожаров. К сожалению, погода будет жаркая, и мы не исключаем того, что задымление с территории Тверской области пойдет и на наш Солнечногорский район. Влекли сотрудников МЧС из 15 областей. По данным пресс-службы МЧС России по Тверской области, на месте возгорания работает авиация. Восемь вертолетов и три самолета. И тем не менее, только за последние сутки на всей территории Тверской области насчитали восемь очагов возгорания. Торфянники тлеют на площади в 133 гектара. Дело в том, что торфяной пожар специфичен. Это не пожар, который мы наблюдаем. Там жилой дом, баня, какие-то другие постройки, где горят деревянные конструкции. Чем он сложен при тушении? Потому что достаточно сложно, если мы, вот, для примера, привезти вату. Вот если вату мы бросим кусочек, то она в центре как бы не промокает. То есть мы должны ее как бы разорвать, чтобы она там вся у нас промокла. То же самое происходит и при тушении. Нельзя просто вот торф взять его и намочить. Специалисты уверены, жаркая погода и малое количество дождей – не самые огнеопасные факторы. Порой непотушенный окурок или костер могут привести к страшным последствиям. Нельзя также оставлять стеклянные бутылки и осколки на освещенной солнцем поляне. Кроме того, с 8 мая и до конца лета в Московской области действует запрет на въезд в лесные массивы на транспортных средствах. Также там нельзя разводить костры, курить, жарить шашлыки, поджигать траву. На гражданина в первом случае предусмотрена административная ответственность от полутора до двух тысяч за разведение костров. В районном отделе надзорной деятельности МЧС напомнили, как защититься от едкого дыма. В первую очередь необходимо изготовить марлевую повязку и смочить ее водой. На открытом воздухе следует находиться как можно меньше, реже открывать окна. Для профилактики общего отравления организма следует пить чай, сок и морс. Они выводят токсины. Татьяна Баури, Евгений Корнилов, Санжногорское телевидение и информационная программа «Наше время». Пляжи Подмосковья должны быть обустроены как можно скорее. Об этом сообщил сегодня губернатор региона Андрей Воробьев. В ходе традиционной видеоконференции с членами правительства и главами муниципальных образований, Андрей Воробьев обязал руководителей городов и районов представить генеральные планы, на которых необходимо показать, как будут выглядеть береговые линии зон отдыха. Самое популярное место отдыха горожан летом, особенно жарким, это пляж. В Московской области их около 300. Андрей Воробьев отметил, что жители региона с благодарностью относятся к тем собственникам, которые оборудовали и содержат в чистоте свои территории. Вместе с тем актуальна и состоится проблема благоустройства диких пляжей. Также я хочу сообщить, что абсолютное большинство несчастных случаев и смертей происходят на этих самых не обустроенных диких пляжах. Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов, на территории которых есть водоемы, подготовить план организации пляжей на 2015 год и к 1 октября предоставить их концепцию. Однако уже сейчас в области отметили лидеров обустройстве зон отдыха. Солнечногорский район в их числе. Среди лидеров по наличию оборудования и благоустройства мест для отдыха людей на воде можно назвать следующее муниципальное образование. Это городской область Химки, Электросталь, Озерский, Солнечногорский муниципальный район, а также городской область Подольск. Глава района Александр Якунин выделил зону купания, которую необходимо обустроить. Это Никольский, Верентьевский и Тимновский берега Сенежа, а также пляжи некоторых городских и сельских поселений. Это Менделеево, надо обратить внимание, и до 1 октября, когда, как вы слышали, выручить концепцию. То есть это берег Лязь, Пешковское поселение, это берег прудов деревни Сарелево. Соколовское, это берег реки Истра, Исминского хранилища в районе деревни Пятница. Никольский и Верентьевский пляжи, обозначенные Александром Якуниным как одни из ближайших зон отдыха в планах по благоустройству, районные власти проверили 4 августа. Что есть и что будет, расскажут наши корреспонденты. На очередном комиссионном объезде представители районной администрации посетили Никольский и Верентьевский пляжи. Состояние этих территорий оставляет желать лучшего. А что у нас делается, это ужас. Причем это вот я не думаю, мы были на прошлой неделе, вот этой кучи не было. Мне кажется, что это москвичи приезжают. Ну вот мы пришли, как мы тут на мусоре? Мне кажется, что это чужие приезжают. Никогда не ездили раньше здесь машиной. Как-то надо порядок навести. И самое главное нам всем следить за порядком. У каждой территории, которую мы видим за мусором, есть свой арендатор, либо собственный. Поэтому мы должны, во-первых, заставить убираться и наводить порядок собственника территории, арендатора. Посмотреть те контракты, которые мы можем заключить, либо посмотреть качественное исполнение их. Как мы видим здесь, то есть организация довольно-таки плохо исполняет свои обязанности по вывозу мусора. Например, Веретевский пляж обслуживает компания «Зеленая планета». На вопрос, почему территория, за которую она отвечает, находится в таком состоянии, там отвечают стандартно дачники. Вчерашний вечер, допустим, до сегодняшнего утра, вот все там, что есть, дачи, они все везут здесь высыпать этот мусор. Этот мусор не здесь, посетители пляжа, а дачники все везутся, понимаете. Вот мы и в пятницу вывозили, в воскресенье вывозили, а сегодня понедельник, он опять полностью. Районные власти рассказали, уже сейчас детально прорабатываются вопросы благоустройства пляжей города. На Никольском организуем стоянку, организуем охрану, организуем вывоз мусора. В этом году попробуем, чтобы у нас вот те месяцы, сентябрь или август, все-таки были чистыми. Все это планируют сделать в ближайшее время. Но для начала, отметили проверяющие, нужно убрать мусор с территории пляжей. И это общая задача. Общественность включаем, депутатов включаем, партии, выходим на субботник, приводим в порядок, говорим, так должно быть, и начинаем контролировать. В следующем году, рассказал Роман Калинкин, планируется организовать как бесплатные, так и платные зоны отдыха на Сенеже. С местами определяются. Для этого власти планируют привлечь инвесторов. Оксана Федяшина, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Как правильно размещать рекламу своей торговой точки и оформлять вывески? Это обсудили на конференции промышленники и предприниматели Солнечногорского района 31 июля. Этими же вопросами задались наши корреспонденты и выяснили все детали. Репортаж Екатерины Фокичевой и Дмитрия Маракасова. Как, а главное, как без нарушений оформить рекламу и вывеску? Эта тема оказалась крайне насущной и породила на встрече предпринимателей района бурной дискуссии. И мы решили подробно разобраться. Наша съемочная группа совместно с представителями управления рекламы объехала Солнечногорск. Мы находимся на провокзальной площади. Позади нас находится торговый центр. Как раз таки яркий пример того, как должны размещаться вывески. То есть человек, хозяин торгового центра, прошел полный путь от того, что полностью убрал незаконную рекламу, которая здесь была развешана. Предприниматель, обустроивший свой объект согласно правилам, сегодня и сам может оценить новую единую концепцию оформления. Явно здание стало выглядеть лучше, намного интереснее, современнее. То, что было, да, очень жалко было снимать, да, конечно, были проблемы. Но сейчас, увидев новое здание, вот с этими новыми вывесками, мы считаем, что мы это сделали не напрасно. Изменения в здешнем облике заметили и солнечногорцы. Конечно, потому что облагородный репосад, это разное, поставляется, не часто обращаясь с ними, но иногда он приобретается, и кажется, что, знаете, вот раньше были времена в охоте, и все очень хорошо, и не долго. Однако на каждый положительный пример есть и антипример. Торговый центр, расположенный на привокзальной площади, говорят специалисты района управления рекламой, наглядно демонстрирует то, как делать не надо. То есть залеплен весь первый этаж практически непонятными какими-то картинками, непонятными вообще абсолютно согласующими, цветовой гаммой и так далее. Где-то вот оборванные баннеры, как вот на втором этаже, там болтающиеся на ветру и вообще непонятно, зачем там размещены. С хозяевами этого центра продолжил Алексей Горячев и спробовали целый арсенал средств. Беседовали, вручали предписания о демонтаже. Если все это предприниматели проигнорируют, им грозит штраф от 10 до 80 тысяч рублей. И этот пример не единичный в нашем городе. Мы находимся на центральной площади, и вот яркий пример того, как не должна размещаться реклама. Огромные баннеры, закрывающие окна, яркий наляпистый текст. Как правильно оформить наружную рекламу или вывеску? Пошаговую инструкцию предпринимателям готовы дать в районном управлении рекламы. Однако, отметили там, уделить внимание стоит не только дизайну и правильному расположению конструкции или вывески. Все, что размещается на фасадах ваших зданий, торговых центров, торговых павильонов, магазинов и так далее, абсолютно все подлежит регистрации. Исключение составляет в том, что если несет какую-то рекламную информацию, ваша вывеска или что-то, тогда вы будете при регистрации заплатить государственную пошлину. Размер госпошлины – 3000 рублей. Выплачивать ее нужно только в том случае, если вывеска носит рекламный характер. Например, уверяет о высоком качестве продукции. Исключением являются вывески, расположенные на фасаде здания, с информацией о названии организации и часах работы. Такие объекты не подлежат регистрации, так как они рекламентируются законом о защите прав потребителей. И напомним, любая рекламная конструкция должна пройти согласование в районном управлении архитектуры. Екатерина Фокичева, Евгений Корнилова, Дмитрий Маракасов, Владислав Полунин, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Ежегодно 2 августа десантники России отмечают День ВДВ. Крылатая пехота славится своей выносливостью, силой, отвагой и несокрушимостью. Десантник звучит гордо. Поэтому многие мальчишки, которые мечтают стать настоящими мужчинами и служить Родине, стремятся попасть в ВДВ. В минувшую субботу голубые береты отметили 84-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. Повсеместно 2 августа проводились праздничные гуляния, демонстрации и парады. Солнечногорские десантники также не упустили возможности отметить свой праздник и вышли на главную площадь города. В 1975 году был призван в Советскую армию. Служил в городе Кировобаде, в 328-м парашютно-десантном полку, в разведывательной роте. Ну что я хочу сказать, что служба закалила, воспитала. Воздушно-десантные войска обеспечивают надежную оборону страны. Кроме того, ВДВ – это силы быстрого реагирования. Основной способ перемещения войск – парашютное десантирование и вертолеты. В мирное время воздушно-десантные части поддерживают боевую готовность на уровне, который в случае необходимости обеспечит их успешное применение. Кристина Верхотина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Это все на сегодня. С материалами выпуска можно ознакомиться на интернет-сайте Тройной WSONTV.ru. Телефон нашей редакции – 64 65 95. Звоните. Программа «Наше время» выходит в эфир по понедельникам, вторникам, средам и пятницам в 19.30. Кроме этого, в субботу в 19.30 в эфире выпуск «Наше время. Итоги». Впереди вас ждет прогноз погоды. Я на этом прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова